Я хотел бы сказать о наболевшем, о том, что волнует и моих хуторян, и семью, и всех жителей села. В своем послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта 2018 года были определены те поручения, которые легли в основу положения сбережения народа в России и благополучия ее граждан. Во все времена, как известно, Россия прирастала сельскими территориями. Однако, по данным академика Ушачева, научного руководителя вне экономики сельского хозяйства, впервые в истории в нашей стране в деревнях и селах рождаемость ниже, чем в городах. 12 детей против 13 на 1000 человек. А показатель смертности, наоборот, выше. 14 против 13. После выхода майского указа и своей поездки в Ставропольский край, Владимир Владимирович Путин поручил правительству Российской Федерации разработать государственную программу развития сельских территорий. И 22 марта при вашей поддержке, Валерий Александрович, мы, проявив инициативу от комиссии по развитию сельских территорий, провели общественное слушание по проекту этой программы, в которой приняли участие и члены Общественной палаты Российской Федерации, 4 депутата Государственной Думы, члены АКОР и Движения сельских женщин России из 22 субъектов России, представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Министерства просвещения, региональных органов власти, органов местного самоуправления. Общее количество участников было 96 человек. В результате были указаны основные вызовы и угрозы для сельских территорий. Первое – это обезлюдивание. Более 20 тысяч сел и деревень сегодня остались без населения, а 50 – не более 10 человек имеют, а это треть от их общего количества. Кроме того, выявлено более 2 миллионов безброшенных подворьей. Второе – это демографическая деградация. После 1990 года село потеряло более 9 миллионов человек преимущественно трудоспособного возраста и, в первую очередь, молодежь. Третье – безработица. Ее уровень в два раза выше, чем в городах. По сельхозпереписи 2016 года за 10 лет в сельскохозяйственном производстве сократилось на 1,5 миллиона рабочих мест. Четвертое – бедность сельского населения. Средняя заработная плата на селе не превышает 60% городского уровня. И пятое – неэффективное использование земельных ресурсов, так как около трети из них пустуют. В то же время на юге России сложилась такая, можно сказать, мафиозная машина по отъему лучших земель и у собственников земельных поев и фермеров в целях создания таких огромных латифундий, что трудно, поддается здравому смыслу. И это создает особое социальное напряжение. Хочу напомнить, что в марте 2015 года также по нашей инициативе проводились слушания по обсуждению стратегии устойчивого развития сельских территорий до 2030 года. И там также указывались эти вызовы, были разработаны рекомендации, которые по какой-то причине не были учтены. И ситуация, как нам кажется, сегодня усугубилась. Причины заключаются, по нашему мнению, в том, что на сельских территориях очень слабо развиваются институты гражданского общества. И на итоговом форуме сообщества, когда я выступал, было задано, а кто должен выполнять эти поручения. И вот сегодня я хочу заявить о том, что есть такая фермерская ассоциация, как АКОР, которая в этом году исполнилась 30 лет. Она объединяет сегодня более 90 тысяч человек, 68 регионов охватывает. Есть такие программы, как начинающий фермер, опорный фермер. И это та сила, которая реально может повлиять положительно на данную ситуацию. Рекомендации мы разработали, готовы с ними продолжать работать дальше. И предлагаем провести повторное слушание, для того, чтобы не только повлиять на ход создания этой государственной программы, но и на ее выполнение. Спасибо за внимание. Продолжение следует...